Здравствуйте, Мария. Спасибо, что вы откликнулись на нашу просьбу рассказать, как проходили вы границу, какой у вас опыт, и, соответственно, нам бы, конечно, очень хотелось вам задать очень много вопросов на эту тему, потому что много наших соотечественников сегодня пребывает на территорию Калифорнии, проходят границу по приложению, проходят границу без висы где-то там в тоннелях, я не знаю, там стены перелазят. Перепрыгивают. Можете вкратце рассказать, как вам удалось перейти границу без визы в США? Да, здравствуйте. Мы приехали в Мексику, установили приложение CVP One и подавали запрос на дату каждый день, и на 77-й день мы поймали дату, нам назначили встречу, и мы ожидали ее 20 дней. Спустя 20 дней мы спокойно приехали на границу. При переходе у нас провели распечатку CVP One, сверили по паспорту, что это действительно мы. Все, мы поднимаемся по мосту к Соединенным Штатам Америки, доходим до рамочки, и нас начинают разделять. Сначала провели всех семейных с детьми, неважно какой национальности, дальше все остальные. Заходили мы по очереди, нас ощупывали, проверяли, нет ли на нас ничего, чего-то опасного, вещи мы откладывали в сторонку, и как только прошел мой муж и я, и мы положили вещи, мы больше не виделись. Подождите, вы, вы имеете в виду вас, семью, вы официально в браке? Да, мы, я и мой муж, мы официально расписаны, детей у нас нет. Такого я еще не слышал. Мы расписаны, детей у нас нет, мы прошли рамочку, положили вещи его на улицу, меня в шатер, и мы больше не виделись. Как могли забрать его? То есть, я имею в виду, вы зашли как-то с какими-то вещами туда, с документами, да, со всеми, много у вас было вещей? Два больших чемодана, в среднем 20-23 килограмма каждый, и два рюкзака. Рюкзаки мы собрали специально заранее, в мой рюкзак положили ценные вещи, которые по мелочевке, и собрали рюкзак моему мужу, потому что были уверены, что, скорее всего, его заберут, и чтобы у него уже что-то готовое было, чтобы он не копался, не переживал, а сразу забрал вещи и ушел. Вы из России, правильно я понимаю? Да. Не скажете, из какого города? Скажу, муж из Тихорецка, я из Истра. А, ну то есть, Подмосковье. Да. В принципе, а у мужа, может быть, какие-то были до этого проблемы, я не знаю, там, с законом или потому что, ну, такого еще не было, чтобы разделяли семьи. Обычно семьи, наоборот, проходят. Мы слышали одиночек, вот, не пускают, да, там, не пускают сразу же, где-то там держат. Да, проходят семьи, но только те, у которых есть дети. Причем мы слышали истории, что если дети отцу не родные, то отца тоже забирают. Вот мы официально расписаны, у нас было свидетельство о браке, мы с ним переходили границу. Все равно нас разделили, меня отправили в Америку, мужа отправили в Бордер. Может быть, он ушел от этой войны или еще, потому что мы не знаем background, да, то есть, что там произошло. Может, его проверяют на какие-то дела, как вы думаете. И когда вы, как давно вы прошли границу? Два дня назад, 12 октября, мы ее переходили. Судимости у него в России не было. Началось политическое преследование, с 17-го года его прессуют. Были угрозы, что если он начнет активно опять выступать со своей позицией, его закроют на 10 лет. Он как-то терпел, терпел, терпел. С февраля 22-го не выдержал, начал открывать рот и ситуация усугубилась. А вы можете рассказать более подробно о муже, чем он занимался? Просто интересно. И что именно с 17-го года? В 17-м году он посмотрел фильм «Он вам не Димон» от Навального. Вдохновился ситуацией, решил собрать митинг против коррумпированной системы. Как я поняла, точно не могу сказать. Он тогда еще обучался в колледже, и к нему пришли на занятия, забрали его, вызвали родителей, к директору забрали. По-моему, МВД приходило. Тоже врать не буду, он мне рассказывал, я со слов, сколько помню. Привели с ним там беседу и вызвали на допрос. Мама у него военный психолог, и смогла договориться, чтобы был кто-то из знакомых на допросе. Ему сказали, что так делать нельзя, митинги – это очень плохо, и если ты не отказываешься от своих слов, мы тебя закрываем в тюрьме на 10 лет. Будешь также что-то пытаться проявлять, менять, высказывать свою позицию, мы тебя также закроем на 10 лет. А сейчас повестки у него не было в связи с тем, что в стране России идет бомбежка в Украину? Недавно был обыск, мы как раз находились в Мексике, по месту прописки. То есть пришли в его родной город, в Тихорецк, обыскали всю квартиру. Мы об этом узнали от звонка отца. Мы слышали много негатива в нашу сторону, что мы эгоисты и подставили всю семью. На основе чего был обыск, нам так никто и не сказал. А вам что-то сказали на границе? То есть вы спрашивали же наверняка, вы же не просто так пошли и вышли, да? Вы спрашивали, что, почему вам говорили? Как с вами обсуждали это? На каком языке? То есть вам дали переводчик или вы говорите на английском? Я не говорю на английском. И я читаю тоже отзывы в разных чатах и знаю, что по отзывам, что на допрос к офицерам вызывали и мужа, и жену. Если вызывают кого-то одного, надо сказать, что вы женаты, вы пойдете вдвоем. Когда меня вызвали, я говорю, я замужем, мой муж там. Можно? Мне сказали, нет, это не в моей компетенции, вы со мной. На допросе мы были по отдельности. Я не говорю на английском, но более-менее понимаю, что от меня хотят. Из-за этого меня очень испугалась офицера, она у нас была грозная женщина. Она пользовалась со мной переводчиком, пользовалась неохотно. То есть она свой телефон говорила текстом и переводила мне на русский. Но видно, что неохотно, не хотелось ей этим заниматься, и не очень-то я ей понравилась. Все вопросы, что она мне задавала, мои ответы были так иначе связаны с деятельностью мужа. У меня в России все было хорошо, стабильная работа, жизнь. Мы уехали из-за него. Как такового кейса я не имею. Могу освидетельствовать последнюю его активную деятельность, но не больше. Как долго его должны там продерживать? У вас нет какого-то определенного периода, вы смотрите в этих чатах? По статистическим данным держат от 3 до 10 дней в бордере и 45-60 дней в детеншине. Самое маленькое про детеншин, что я слышала, это 30-35 дней. Слушайте, но вы же можете с ним созваниваться, да? Каждый день, там, 10 минут по телефону рассказывает. Как там? Когда его переведут в детеншин, я смогу с ним созвониться. Сейчас он находится в бордере. Из бордера очень тяжело сделать звонок. Офицеры могут как дать позвонить, так и не дать позвонить. И мы договорились, что первый звонок он совершит поручителю, что поручитель ему сможет помочь больше, чем я. Поручитель мне уже передаст информацию, как он, что он. А вот хочу добавить, мы переходили, получается, 2 дня назад. Мы сейчас живем вместе с еще одной девушкой, которая также ждет своего супруга. И сегодня ей супруг позвонил с бордера. Они сидят вместе с моим мужем. Вот буквально час назад она ему, он ей позвонил. Сказал, что у них был опрос в бордере, мини-интервью на страх, как его негласно называют в чатах. И в течение пару дней должны перевести в детеншин. С ними все хорошо. То есть он был по голосу бодренький. Мне мой поручитель пока не писал, значит, скорее всего, пока муж ей не позвонил. Вы сейчас находитесь в ковид-отеле или уже добрались до поручителя? Да, уже доехали, все хорошо. Из ковид-отеля мы быстро выселились. А, то есть все в порядке. Слушайте, но вот первый вопрос, опять же, из-за того, что я уже услышал. Когда вы там были? Ну, так вот, по-чесноку. Вам грубили? На вас давили? Я не знаю, оскорбляли кого-то? Вы слышали? Лично мой офицер вызвал меня и еще троих латиноамериканцев, построил нас колонной и сказал убрать руки за спину, вел нас как заключенных. То есть мы туда шли на опрос как заключенные, там стояли как заключенные и обратно шли как заключенные. Некоторые офицеры спокойно смеялись, шутили со своими подопечными, будем так выражаться. Наша была строгая. То есть все по делу. Не нравилось ей, что я ее не понимаю, а так она была спокойная, не грубила, не хамила, но очень с нами вот как с заключенными туда-обратно. И долго вас там держали перед тем, как выпустили? Смотрите, мы зашли в 5 утра, в ковид-отеле мы были в 13.20. Достаточно быстро? Да. Больше так, наверное, ничего особо. Слушайте, ну там много людей, много русскоязычных было, когда вы проходили, вот это вот, когда вы выходили. И вообще, в ковид-отеле сколько там комнат? Насколько большой этот отель? Русскоязычных переходило две семьи с детьми, три женатые пары и один одиночка. Не русскоязычных россиян с красным паспортом. Возможно, русскоязычных было больше, но мы не всех слышали. Многие молчали, но по виду, по внешнему виду было видно, что, скорее всего, это русскоязычные. Но подтвердить эту информацию не могу, не слышали. Слушайте, ну вот у вас было все хорошо в России, да, и у многих на самом деле, которые так вот тоже переходят. Не хочется вам после всего этого вернуться, или вы будете ждать мужа и дальше продолжать всю эту историю? Ну вот вчера, когда мы только заехали, хотелось вернуться, полное непонимание и лёгкий шок, что вообще, ну вот почему так нас разделили. Я не готовилась к переезду ни морально, ни как-то не искала информацию. Мы просто взяли и резко покинули страну. Но раз я не осталась там, то, соответственно, уже буду здесь ждать мужа. Если бы не хотела его ждать, осталась бы сразу в России и не стала бы делать такой длинный и долгий путь. Как долго вы собираетесь его ждать, если его долго не выпустят первое, второе? И, может быть, были какие-то попытки туда попасть? Что они вам говорят? Как-нибудь будем выживать. Есть небольшой удалённый заработок. Буду делать документы, какие смогу. Ну и постараться адаптироваться, как получится. И получать от него информацию из детеншина и оттуда решать уже проблемы по мере их поступления. Информация меняется, на самом деле, очень быстро. Кто-то до сих пор сидит по 60 дней больше, если верить словам из чатов. Кого-то выпускают быстро. И сейчас есть тоже негласная, неофициальная информация, что 15 октября должны начать массово выпускать из детеншина. Тех, кого забрали. Мы сидим, надеемся, верим, ждём. Ну а ваш поручитель, он в Калифорнии, правильно? То есть не дальше Калифорнии. Да, да. Да, потому что если это другой штат, то вроде как туда отправляют, в какой-то соседний или тот же штат, и там их могут тоже долго, длительно содержать. Вот такое вот. Такое бывает. Слушайте, а суд вам уже назначили? Потому что вроде как суды... Да, да. Мне назначили суд на лето 24-го, и вот это больше всего меня поразило, что мы шли как семья, муж-заявитель. У него есть все основания, вся история. Я иду как свидетель, не более. Полноценной моей истории у меня нет. И что я должна защищать, я не знаю. Обманывать страну, что-то выдумывать, из пальца высасывать, я не хочу и не вижу смысла. Вот нас разделили, и я в таком подвешенном состоянии, что у меня суд, а мне нечего сказать судья. Вы говорите, что вы были не готовы, и все остальное. Ну, Америка же должна быть, по идее, другая, наверное, нет? Но многие же понимают, куда едут, в хорошую страну, в хорошие условия, и все остальное. Почему так происходит? Почему, по вашему мнению, семейных людей разделяют, почему они, может быть, они просто устали уже от этого, эти пограничники несчастные, которые принимают такие огромные толпы. И если вы все-таки видели толпы, когда вот не там внутри, а при заходе, вы же знаете, что там многие просто блуждают вдоль границы, перебегают там целыми пачками. Да, видела. Идут через забор, там есть забор, вот ближе к воде, там метров 5-10, недавно, неделю назад, там просто ломанулась толпа людей. Вот. Как вы можете это объяснить? Почему именно такое отношение? Почему такие вот они все нахмуренные? Как вы это думаете? Как вы это чувствуете? Меня очень смущает вопрос разделения, потому что вот русских идет по официальным данным CBP меньше 2%, там 1,99 по-моему. Соответственно, нас меньшинство. мы не идем толпами. Мы не идем толпами. В основном идет Венесуэла, Куба, Мексика, Гватемала и прочие, будем говорить, страны Латинской Америки, и они идут толпами. Прям целыми семьями. Мы сидели в шатре, было 2 женщины, они потом воссоединились с мужьями, мы их видели. У одной двое маленьких детей, у другой трое маленьких детей. Насколько мне известно, чаще всего едут бедные люди и неграмотные люди из Латинской Америки на заработки в США. И получается, что вот прошла 2 этих семьи, которые сейчас сядут на шею США с бенефитами, будут пользоваться деньгами, налогоплательщиков, а муж будет приносить денежку в семью и будто не жить долго и счастливо. Едут здоровые мужчины с женами, мы едем без детей, то есть мы уже сократили какую-то финансовую поддержку к нам, если вообще планировали ей пользоваться. Нам не нужны детские пособия, например. И мы понимаем, что нам деньги никто не даст, карман не положит, что надо работать. Раз страна нас принимает, то надо быть честным гражданином и отвечать этой стране. Соответственно, мы ехали, мы с мужем планировали как можно быстрее получить индивидуальный номер, не разбираясь в документах по названиям, поэтому не могу сказать, как он называется, начать, получить разрешение на работу, начать работать и уже платить налоги. это и для нас хорошо, и для Америки хорошо. Я не понимаю, почему идет именно дискриминация с красным паспортом. То есть, вы считаете, что дискриминация есть? Да, да, потому что забрали вот только наших мужчин. Все остальные как зашли, так и вышли. Я не говорю, что среди тех, кто едет из России, нет обманщиков, нет тех, кто хочет жить на социалке, такие есть в любой стране, но тем не менее нас едет меньшинство и сверит статистике. Поэтому я считаю, что да, это открытая дискриминация. А как вы сделали выбор именно на Америке? Почему не на Европе? Там рядом все, там 2-3 часа полета, да, а здесь такое расстояние, Калифорния, это же, ну самая дальняя точка, если не взять Аляску, там 15 часов, 14 часов лететь, там 13 прямой, если пересадки, то там все 20. Как вот, это было решение, как я понял, мужа, вот почему мы не выбрали другую тоже безопасную страну, почему именно вот США? Да, это было решение мужа, но в отличие от других стран, после легализации в Америке ты можешь быть ее полноценным гражданином и членом общества. Насколько мне известно, ни в одной другой цивилизованной, развитой стране ты своим не станешь, ты всегда будешь чужой, как бы ты ни пытался, как бы ты ни работал на эту страну. В Америке все-таки ты приехал, ты американец, ты уже можешь работать на эту страну, быть ей благодарным, она тебя принимает. В других странах немножко сложнее, особенно, знаешь, что в Германии тяжело легализоваться, хотя страна тоже достаточно хорошая, во Франции тоже тяжеловато. Вы сказали, что у вас все хорошо было в России, у вас было хорошо в плане работы, там, да, вот, все остальное, а как по поводу этой войны отношения у людей вашего возраста, не знаю, вашего поколения на работе, как это, то же самое истрея, как люди себя ведут, как они, что они говорят по поводу этой войны, которая уже практически два года длится? Очень многие к войне относятся, я бы сказала, нейтрально. То есть, сначала я работала в школе, я госслужащий, можно так сказать, и более тесно связана с людьми, часто их вижу, общаюсь. Многие занимали нейтральную позицию, то, что я вне политики, меня это не касается, все хорошо. Как только началась мобилизация, сразу как-то отношения у людей почему-то поменялось. То есть, до этого все было хорошо, а мобилизация «О, ужас, моего сына заберут, о, ужас, моего брата заберут, мужа заберут». И, тем не менее, все равно никто не пытается как-то противостоять этому, просто отпускают своих родных на войну и при этом еще требуют, чтобы им государство давало поблажки. «Вы забрали моего человека, давайте мне, пожалуйста, какой-нибудь социальный пакет, давайте мне деньги». И я не понимаю вообще смысла этой войны и отношения этих людей. мы живем в 21 веке, люди давно научились разговаривать и договариваться. Насилие это, ну, бессмысленная трата ресурсов, не только человеческих и финансовых, но и политических. Мы уже все страдаем от этой войны так или иначе. но люди не понимают. мы как-то не обсуждаем политику, я не хочу их нервировать, у них так здоровье не самое лучшее. А родители со стороны мужа, они запутинские. Там что не телефонный разговор, то скандал. С одной стороны, они рады, что у нас все хорошо и мы живы-здоровы, с другой стороны, мы такие плохие, мы подвели семью, вот мы уехали, из-за нас у них будут проблемы, проблемы, момент меня один, знаете, прям поразил, наверное. Вот сейчас же началась война между Израилем и Газом. И там, насколько я поняла, не очень отслеживаю новости, бомбанули электростанцию, то есть ставили людей без электричества. И один из членов семьи, не хочу, со стороны мужа, не хочу оглашать конкретного человека, родственника, говорит то, что, как так можно, я считаю, что это геноцид. Мы говорим, минуточку, а в России тогда, что делать с Украиной? Значит, в другой стране это геноцид, а у нас это нормально, что мы точно так же поступили с Украиной? На что нам сказали? Все понятно, мы разговор закончили на сегодня. То есть люди бревна не видят? Так часто бывает. Слушайте, спасибо вам огромное, что вы поделились, если у вас будет какая-то информация или мужа выпустит, скажите хоть, чтобы мы знали об этом. Да, конечно. Спасибо.